Не готовы к нему, но это фрустанция. И миру нужны протоколисты. Поступает на теорию. Кровчебные теория и мышления. Галибар. Шоу классика метафизики. Слушайте Галибаршоу вместе с сетью магазинах автономилиоэлектроники ВЕГА. ВЕГА. Специализированные магазины для автолюбителей на Монастырской 14. Автомагнитолы, автоакустика, сабвуферы и усилители. Автозигнализации и навигаторы, видеорегистраторы и радар-детекторы. Установка мобитов бесплатна. Специальные цены для автосалонов и авторных покупателей. Сеть магазинов автомобилей электроники ВЕГА. Монастырская 14. Телефон 235-00-99. Кирилл, будь мэй фори. Дас лихт бист херута, бьох. Случается этот день в нашей жизни ровно через 7 дней. Ровно 7 дней назад он был здесь. Он говорил, да или нет. Он отвечал на каждый правильно заданный вопрос. Правильно отвечающий человек, жесткий оппозиционер, Алексей Борисович Бессонов. К вашим услугам. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, сегодня снова наш день. Мы снова в эфире. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, ну знаю, за что ты хочешь поговорить. Сразу тебе хочу задать вопрос по поводу нашего губернатора. Нового губернатора, да, действующего. Что ты хочешь вообще прокомментировать по поводу прошедших двух месяцев его пребывания в Крест? Ну, пока что рано еще подводить какие-то итоги. Но, тем не менее, он меняет команду. Он привел с собой много новых людей. В основном с его аппарата, с аппарата министерства, которым он взглавлялся, и Свердловской области. Но, странный факт, здесь появились помидоры из Екатеринбурга. Я не знаю, связано это, не связано. Но говорят, что абаканские помидоры, это вот как раз помидоры из Екатеринбурга. Ну, трудно сказать, насколько это правда. Но, тем не менее, пока еще не тот срок, чтобы подводить итоги. Но команду он меняет. А за какими действиями вообще ты следишь? Не, ну, мы живем в Крае. Естественно, что та ситуация, которая в Крае происходит, она, так сказать, нас всех интересует, безусловно. Но в данной ситуации я вот, допустим, я жду все-таки ответа на кардинальные вопросы. Правление 7 лет Черкунова, что такое-то было для Края, да? Когда практически за год снижали на 25% преступность. Но здесь очевидно, что это фальсификация, так сказать, стататистический отчетности. Но он убрал этого министра одиозного безопасности. Это все про политику, да про политику. А я тебе конкретно за то, что, например, делает сейчас в нашем Крае. Я не знаю, кем это было запланировано, Черкуновым еще, да, не ушедшего в тот момент. Либо все-таки наш губернатор действующий, который сейчас есть. Я вот гонял в Добрянку практически каждый день. У меня тут семейные обстоятельства вынуждают двигаться по краю все чаще и чаще. И по городу очень много передвигался, смотрел. Ты не обратил внимания, что везде и на трассах, и в городе начался масштабный, я повторюсь, масштабный ремонт дорог? Нет, я не обратил. Вы знаете, ведь управление таким регионом, как Пенский край, он достаточно инерционно. То есть фактически те шаги, которые сегодня предпринимет губернатор в области экономики, они дадут результат свой где-то примерно через полгода, не раньше. Ну, кстати, вот тот налог на прибыль, который губернатор снизил в крае, он остается. Но тут тоже все достаточно условно. Почему? Потому что те проценты, которые край не дополучал с этого налога, де-факто они компенсировались крупнейшими налогоплательщиками, на социальные программы отправлялись и так далее. То есть это тоже достаточно условно, когда говорят, что, так сказать, создается либеральное поле для привлечения вот этих самых предпринимателей в край. На самом деле тут, так сказать, много последовательных фигур. Поэтому, еще раз говорю, что его результаты будем подводить в конце года. Так, это понятно, понятно. А тебе не кажется, что это классный ход вообще завоевать доверие людей в Пермском крае благодаря решению какой-то такой глобальной российской проблемы? У нас же две беды, да, как говорят, дураки и дороги. Так вот, он сразу же взялся за дороги, и многие обратили на это внимание. Ну, это нормально, почему, еще раз говорю, его поставили сюда отчасти потому, что, а, действительно край в ужасном экономической ситуации, он перестает со следующего года быть донором, б, здесь очень низкие показатели единой России. И, естественно, что он, как губернатор, человек, который вынужден, или это инормальная практика, ориентироваться на мнение граждан. Да, он идет по пути, так сказать, наибольшей популизма, в хорошем смысле слова. Ну, в этом месте чего плохого, посмотрим еще раз. В конце года подведем первые итоги, пока сложно. Понятно, что ты говоришь. Ну, что ж, мы заявляли тему, да, неделю назад, и хотели поговорить по поводу того, какие законы обходят со стороной. Яркий пример был нашумевший по телевидению случай по поводу алкоголя. Запретили продавать, по-моему, алкоголь после 11. Я так понимаю, это не рекламное слово сейчас будет, поэтому не придирайтесь к нам. Пиво выше 5%. Так вот, в каком-то городе, точно не могу сказать, где-то сделали хитрый ход. Значит, продавали спички по 45 рублей, а бутылка чурокого сбрыгалась была в подарок. Значит, обошли ведь закон, правильно? Нет, ничего не обошли. Вот вчера, кстати, было знаковое событие, почему-то все его прошляпили. Вчера Совет Федерации вновь утвердил... Нет, вчера Совет Федерации вновь утвердил специально верховного суда Лебедева, да. Лебедев практически на протяжении более 20 лет и осуществляет ту либеральную политику, судебную политику в стране, которая привела к тому, что сегодня людей посылают на три буквы в суд, потому что судебная система де-факто с теми задачами, которые перед ним не справляются. И это значит, что, к сожалению, тенденция, да, он же и был, так сказать, духовным лидером вот этой либерализации законодательства, которая происходила 20 лет, а практически развала правовой системы страны. И это значит, что, к сожалению, ничего в этом плане не изменится. Это значит, что судебная система, как была, с теми проблемами, с которыми она пришла в 21 век, так она и останется. Кстати, в этом плане Россия страна печально трагичная. Ведь мы же пережили не только за 100 лет, скажем, там, две мировые войны, четыре революции в последнем в 91 году, но мы три раза рушили всю свою правовую систему. Да, вот та царская правовая система с трудами Муромцева, Шершеневича, и так далее. Потом советская, ее разрушили, была советская, труды Стучки, Пушиканица, Райснера. И в 91 году снова советскую систему разрушили, хотя позитивное право, право как норма, она уже работала в 70-е годы, и брежневский период почему-то назвали застоем, хотя на самом деле это был период, так сказать, правовой реформы, работы правовой системы, и так далее. В 91 году вновь была предложена либеральная реформа, которая снова все разрушила правовую систему, и вот, представитель Верховного Суда, он и реализовывал вот эту либеральную концепцию в стране, но к чему она привела, вы видите, что всплеск общеуголовной преступности, к сожалению, так сказать, люди давно уже не верят судам, и так далее. Поэтому, ну, к сожалению, эта фигура знаковая, и вчера Совет Федерации снова утвердил эту фигуру. Понятно, давайте перейдемся на погоду, потом вернемся. Поехали.